МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Академия государственного управления при президенте Азербайджанской республики показатель образования и знаний, оставляющая свой знак в стремительно развивающейся азербайджанской образовательной сфере. Сочетая в себе традиции и инновации, она является неотъемлемой частью стратегии развития страны. Основанная великим общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, академия стала символом качественного образования и прогрессивных идей. Академия государственного управления при президенте Азербайджанской республики, занимающая выдающееся место в образовательной карте страны, стала ярким следствием стратегии модернизации и развития, инициированной выдающимся общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Его видение стало отправной точкой для создания этого образовательного гиганта. В 1999 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева было открыто уникальное высшее учебное заведение. Сегодня проект ИВЕКа в гостях у Академии государственного управления при президенте Азербайджанской республики. Уважаемые гости, вы сегодня находитесь в Академии государственного управления. Академия, которая была основана общенациональным лидером Гейдара Алиевым, и которой скоро будет 25 лет. То, что управление решает все, можно привести много примеров. Но в то время, когда республика была, страна была в очень тяжелом состоянии, и ее можно было вывести из этого состояния только путем использования инновативных технологий, подготовки кадров в этой области, эта Академия была организована. Позже президент страны Ильхам Алиев своими распоряжениями расширил эту Академию, повысил ее функции, придав ей статус ведущей научной, образовательной и просветительской организации в области управления государственным управлением. Академия государственного управления при президенте Азербайджанской республики предлагает широкий спектр образовательных программ, охватывая гуманитарные и научные направления. Здесь формируются лидеры, креативные мыслители и предприниматели будущего, готовые к вызовам глобальной экономики. Это, в общем-то, в принципе, была традиционная Академия, которая в соответствии с теми требованиями жизни, которые есть, она стала, значит, модернизироваться. Модернизироваться с учетом тех требований, которые возникли именно в 21 веке, и определены теми вызовами, с которыми сталкивается человечество. Это, прежде всего, связано с устойчивым развитием. Значит, Азербайджан был первой страной, которая ввела эту специальность, эту специальность управления устойчивым развитием на уровне бакалавров, магистров и докторов наук. После нас эта специальность появилась и в ряде других организаций, учебных заведений в США. Но первое – это было здесь. Почему это было здесь? Потому что Азербайджан, в принципе, был первым, кто ввел образование в области управления устойчивым человеческим развитием в школьные программы. Знаете, вы, наверное, знаете, что в 2015 году, все это знают, вот вчера и было заседание этой комиссии, в 2015 году состоялась 70-я юбилейная сессия ООН, которая определила цель устойчивого развития. Устойчивое развитие – это такое развитие, которое обеспечивает благополучие нынешних поколений и не ограничивает возможности будущих поколений. Академия государственного управления при президенте Азербайджанской республики стала центром для гуманитарных исследований, проводя анализ современных социокультурных процессов. Именно здесь зарождаются идеи, формирующие образ будущего общества. Это возникло потому, что в мире возникли большие проблемы в области экологии, социального этого, неравномерное распределение доходов и так далее, предопределили необходимость развития этого направления. Значит, были приняты цели устойчивого развития на 2015 и 2030 годы. Но для того, чтобы быть готовым к выполнению этих целей, значит, надо было подготовить людей, чтобы люди знали, что такое устойчивое развитие, как его притворять в жизни. И поэтому, значит, ООН и ЮНЕСКО объявили 2005-2014 годы образованием в области декады и образования в области устойчивого развития. Расчет был простой. Значит, 10 лет мы готовим людей, образовываем их в том, что такое устойчивое развитие. Это 2005-2014 годы. А с 2015-го начинаем готовить, приступаем и реализуем цели, которые намечены с 2015-го по 2015-й годы. Этот документ в то время, это было 1 марта 2005-го года, в Нью-Йорке подписали тогда генеральный секретарь ООН Кофиана и генеральный директор ЮНЕСКО господин Мацур. Концепция образования в области устойчивого развития в Азербайджане началась реализовываться 5 лет раньше. Концепция образования, подписанная общенациональным лидером Гайдара Лиевым в 2000 году, привела к тому, что в 2001 году Министерство образования сдало первый приказ в области образования, в области устойчивого человеческого развития. Он был первым в мире, и никто об этом не знал. У меня бывали лекции в разных университетах США, и в том числе и в институтах развития во Всемирном банке в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в ООН. И меня спрашивали, как это так получилось. Обычно, значит, возникает таким образом, что где-то принимают большое решение глобальное, потом это идет по странам, страны адаптируют это к местным условиям и реализуют здесь. Здесь получилось наоборот. Я им объяснил просто, что если наш лидер видел, что это направление актуально, он не мог сидеть и ждать, когда Кофиан и Матсура подпишут, так сказать, такой документ, и начал это. Академия государственного управления при президенте Азербайджанской республики является важной составляющей стратегии страны по развитию высшего образования. Современные методики преподавания, фокус на исследовательской деятельности и сотрудничество с ведущими университетами мира ставят ее в центр интеллектуального прогресса. То же самое сделал президент Ильхам Алиев, который ввел управление устойчивым развитием первым в мире в высшее образование. Причем я сказал это на уровне бакалавров, магистров и докторов. На уровне магистров сейчас это появилось в ряде университетов, в том числе в Мичигане, Анарбор, Мичиганском университете, Анарбор и ряде других университетов, но на уровне бакалавров и докторов на опыте пока только в Азербайджане. Во всяком случае у нас этих сведений нет. Академия государственного управления при президенте Азербайджанской республики выходит за пределы национальных рамок, стремясь к мировому признанию. Международные программы обмена, сотрудничество с зарубежными университетами и учеными все это делает Академию важным игроком в мировой научной арене. А как управляется? Как управляется? Управляется, значит, ну, в принципе, традиционно управляло государство, государственное управление. Потом с развитием рыночной экономики где-то в середине, ближе, как во второй половине 20 века, в связи с ростом, значит, частного сектора, появился новый тип, это партнерство, государственно-частное партнерство, это паблик правит партнершип, это известная форма, она сейчас идет, она идет во многих странах. Самое последнее, что сейчас есть, это так называемая ACG-трансформация. Почему я все это рассказываю? Потому что это наша работа. Это ACG-трансформация, кстати, она нигде не преподается, кроме как у нас. ACG-трансформация – это управление, базирующееся на окружающей среде, социальных индикаторах и корпоративном управлении. Это самая сейчас современная технология и страны, которые обладают достаточными материальными ресурсами и интеллектуальным потенциалом, потому что денег для этого мало. Надо еще иметь интеллект, чтобы, так сказать, управлять. Они делают, управляют с помощью вот этого механизма. В Азербайджане мы на шаг впереди. Академия государственного управления при президенте Азербайджанской республики считает, что подготовка граждан – это не только передача знаний, но и формирование активных, ответственных граждан, готовых принимать участие в социальной и экономической жизни страны. Мы на шаг впереди. У нас синергетическая технология. Что такое синергетическая технология? Это то же самое, что ACD, плюс участие гражданского общества. Участие гражданского общества, оно всегда было в этом Азербайджане, но юридически это было оформлено в 2017 году, когда президент Ильхам Алиев вел институт первого вице-президента. И первым вице-президентом была назначена Мехребан Хаам Алиева, президент фонда Гайдар Алиева, самый большой общественный организм. Вот Азербайджан сейчас, так сказать, реализует эту программу. Вы можете видеть, насколько это успешно во многих экономических, социальных проектах, которые реализуются в Азербайджане. Проекты, реализуемые в Академии государственного управления, при президенте Азербайджанской республики, включают обновляющемуся Азербайджану новую школу с поддержкой фонда Гайдара Алиева. Эти инициативы призваны обеспечить инновационный подход к образованию и содействовать формированию лидеров завтрашнего дня. Современные знания очень важны. Знаете, я, когда пришел, это, в общем-то, гуманитарный вуз. И когда мы начали приглашать сюда математиков, мне говорили, что вы не совсем, так сказать, это... Сейчас у нас две кафедры. И вы знаете, за короткое время, значит, баллы, вступительные баллы к нам на компьютерные науки выше, чем во многих технических университетах. Значительно выше. А недавно проходил конкурс студентов, где представители различных высших учебных заведений демонстрируют свои знания в области компьютерных технологий. И наши студенты вторые, понимаете. Хотя у нас много технических вузов. Вузов, которые преподают классическую математику, имеют, так сказать, направления эти. Вот этот маленький, вроде, университет он набрал. Это... Поэтому я считаю, что вот будущее тоже зависит от тех технологий, которые есть, например, и тех знаний, которые мы формируем у этой молодежи. Потому что есть такое понятие, как опережающая конкурентоспособность. Для того, чтобы опережающая конкурентоспособность была, ты должен быть в своей области, ну, впереди, по крайней мере. Не на уровне мировых стандартов. Потому что если ты сегодня на уровне мировых стандартов, и ты стремишься к этим стандартам, то пока ты дойдешь до этих стандартов, стандарты уйдут вперед. Ты должен предвидеть, что будет завтра и послезавтра. И стремиться к этому завтра и послезавтра. Вот здесь этому мы учим людей, понимаете, вот молодых ребят, учим этому, чтобы они это знали. Потому что стремиться к тому, что самое лучшее сегодня, это в конце концов приводит к такому явлению, как развитие с технологическим опозданием. Это очень важно. И я должен сказать, что очень доволен контингентом студентов, очень хороший контингент студентов. Я Джеффаров Сумит, студент Академии Государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики. Моя специальность – проведение. Профессия юриста была моей детской мечтой. Поэтому с выбором учебного заведения, я, когда к выбору учебного заведения, относился с особой важностью. Мой выбор пал на нашу академию, потому что о ее заслугах я был наслышан. О профессионал преподавателей и о дружественной атмосфере, которая здесь является. После поступления я в этом был окончательно убежден. И по этому поводу я хочу выразить свою благодарность нашему лекторату и деканату. Спасибо. Я, Друскари Фатима, учусь на третьем курсе юридического факультета Академии управления при Президенте Азербайджанской Республики. В 2021 году я была удостоена президентской стипендии за проявление высоких результатов на вступительных экзаменах. Для меня это большая честь, так как я проявила очень большие усилия к этому. И, честно говоря, у меня даже в то время не было такой цели удостоиться президентской стипендии, потому что единственной моей целью было поступить на любимую специальность и заниматься любимым делом. Однако это было для меня очень приятным сюрпризом. и тот процесс, когда я только-только узнала об этом. Помимо этого, хочу выразить благодарность руководству нашей Академии за ту искреннюю атмосферу между студентами и преподавателями, так как это, конечно же, влияет и на нашу успеваемость на занятиях. Мы всегда открыты к вопросам и к интерактивному обучению, что также положительно сказывается на каждом из нас. Академия Государственного управления при президенте Азербайджанской республики гордится своими выдающимися выпускниками, чьи достижения оставляют след в различных областях. Перспективы развития включают расширение образовательных программ, акцент на новых технологиях и сотрудничество с мировыми образовательными центрами. Простая формула. Я ее первый раз применил в Агали. Это новое поселение, вы знаете, это умное поселение, умная деревня, город, я не знаю, как его, наверное. Это поселок все-таки, потому что мало похоже на деревню в традиционном нашем смысле. Я в школе им предложил, что давайте будем решать уравнение. Значит, 44 дня плюс х равняется Гарабаха-Азербайджангар. Гарабаха-Азербайджангар. 212 дней плюс х, значит, в Зангелане современный аэропорт, на котором Боинги садятся, аэробусы и так далее и тому подобное. В общем, до 23 часов 51 минуты плюс х, когда, значит, восстановлена была суверенитет на всей территории, и школьники сразу нашли их. Они сказали, что их – это политика президента Ильхама Алиева, который позволяет это сделать. Два компонента – возможности, как ты управляешь этим, и результат. Если при скромных возможностях ты имеешь хорошие результаты, значит, у тебя хорошее управление. Вот это те технологии, они разработаны в Азербайджане президента Ильхама Алиева технологии, но они преподаются здесь, и это обучение тоже здесь. Академия государственного управления при президенте Азербайджанской республики – воплощение образовательного наследия общенационального лидера Гейдара Алиева продолжает свое триумфальное движение вперед, формируя будущее лидеров и инноваторов. Ее значимость в развитии страны, обогащение образовательной среды и вклад в национальное образование делают ее неотъемлемой частью проектов века, направленных на построение процветающего общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова